МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Накипела на ТНТ «Онега». Сегодня у меня в гостях депутат Законодательного собрания фракции КПРФ, член Комитета по социальной политике и здравоохранению Татьяна Богданова. Здравствуйте. Добрый день. Татьяна, сегодня я вас позвал для того, чтобы попытаться узнать, какая у нас сейчас ситуация с обеспечением льготных категорий граждан лекарствами. Вы, я знаю, этой тематикой занимались плотно, лично ходили по тем же аптекам. И с чем вы столкнулись? Вы знаете, с конца 2017 года и по нынешний момент поступает много жалоб от жителей и районов Республики Карелия, и самого города о том, что отсутствуют определенные лекарственные препараты таблетированного вида, отсутствуют средства контроля за сахарным диабетом и отсутствуют средства по введению. Ну, допустим, на тот момент, когда мы присутствовали в аптеке, отсутствовали иглы для шприцов, многоразовых шприцов по введению инсулина. Дело-то в том, что ведь у нас существуют льготники двух категорий. Это федеральные льготники и региональные. Я немножко, наверное, на этом моменте остановлюсь и скажу, что у нас наш субъект, Республика Карелия, это единственный субъект, который принял закон в 2012 году и который действует. Все остальные субъекты, они не обеспечивают своих региональных льготников, то есть это та группа людей, которая не имеет первой и второй группы инвалидности. Значит, региональные льготники, они обеспечиваются, но обеспечиваются, опять-таки, не 100%. Есть препараты, допустим, когда мы спрашивали, из 7 препаратов было на тот момент 5 препаратов. То есть обеспечение, оно есть, но, конечно, перебойное. Кому-то как раз необходим вот эти два, наверное, препарата. То есть люди просто, получается, физически страдают. Да, но дело-то в том, что, понимаете, из каких-то средств массовой информации мы слышим о том, что совершенно нет лекарственных препаратов. Да, неоднократно читал. Да, но это тоже, с этой позицией я не соглашусь, потому что перегиб, да, конечно. Но дело в том, что меня удивил тот момент, что отсутствовали таблетированные препараты и федеральным льготникам. На это тоже надо уделить внимание, потому что все-таки со своей программой мы справляемся. То есть в региональном бюджете деньги на региональных льготников есть все, да? То есть тут загвоздка, получается, технического плана Минздрав закупки этих лекарств, так что ли? С декабря 2017 года ужесточились требования к госзакупкам, поэтому существует вот такой вот, я бы сказала, не очень хорошая ситуация. Но это как расценивать? Не профессионализм чиновников, кто отвечает за это, не подготовленность? Потому что, ну как можно допустить ситуацию, когда человеку крайне необходимо для его нормального существования какие-то лекарства? Конечно, я с вами соглашусь, потому что в этом плане мы должны работать всегда на опережение, то есть на шаг вперед. Но дело в том, что еще вторая проблема существует, это проблема роста вот этого заболевания. И дело в том, что не учитывается, нет средств, которые закладываются наперед, именно для вновь выявленных больных. А вы знаете о том, что на самом деле сахарный диабет приобретает большие, большие, можно сказать, размеры, именно по выявлению вот вновь выявленных больных. Что в итоге Минздрав-то говорит? Значит, Минздрав нам дала обязательство о том, что эту проблему они берут под свой контроль, и они контролируют ее ежедневно. Но это контролировать-то можно, когда лекарства появятся. Вот это слово мы взяли под контроль, оно вообще ни о чем. Конечно. Поэтому моя точка зрения, что тут не сработало здравоохранение. Для того, чтобы эта проблема была решена и не возникало таких проблем в дальнейшем, значит, надо наказывать, наказывать чиновников, которые занимаются непосредственно вот этой проблемой. Ну, я все могу понять. Сложности при госзакупках, но это же не 4 месяца, не 5 месяцев. Вы, как депутат ЗАГС собрания, то есть готовы идти до последнего, писать запросы и лично ходить проверять. Обязательно. На этом сегодня мы заканчиваем, Татьяна. Я напоминаю, у меня в гостях был депутат Законодательного собрания Республики Карелия, член Комитета по социальной политике и здравоохранению, фракция КПРФ Татьяна Богданова. Увидимся в нашем эфире. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова